Подземный музей шахту открыли в Караганде. Музей расположился на территории Карагандинского горно-индустриального колледжа. Учебная шахта была построена еще в 1981 году. Однако до сих пор посторонних в нее не пускали. Но уже сегодня посетители могут почувствовать себя настоящими шахтерами, спустившись на глубину 15 метров. Открытие нового музея посетил руководитель управления образования Карагандинской области Асхатой Маганбетов. Прежде чем спуститься в шахту, гостям предстоит послушать небольшую лекцию о том, как на месте нынешней Караганды нашли угольные месторождения и как начали бурить первые шахты. После этого посетители ведут на инструктаж и переодевают в спецодежду – штаны, куртки и каски с фонариками. Сама шахта, как и положено, находится под землей, правда, на глубине всего 15 метров. Клеть, которая везет посетителей вниз, вибрирует довольно долго, а за мутными окошками вспыхивает и гаснет свет, заставляя гостей поверить, что они спускаются глубоко под землю. Мы организовываем туры именно по центральному Казахстану, а так как Караганда – это шахтерский город, наши туристы всегда интересуют, какие объекты связаны с шахтерами, с шахтами они могут посетить. И до недавнего времени это было очень проблематично, потому что ввиду техники безопасности шахты, настоящей действующей посещать было нельзя, а вот благодаря появлению такого музея это стало возможным. Весной этого года я здесь была, когда только-только появилась эта идея создания шахты, я была здесь. И, сказать честно, это огромное преобразование, которое между тем временем, когда я посещала этот музей весной и нынешним временем, это просто огромная разница. То есть я думаю, что туристы тоже будут в таком же восторге, как и мы. Идея создать шахту-музей пришла руководителю управления образования Карагандинской области Асхату Эмагомбетову три года назад. За это время сделали ремонт и реконструкцию подземного музея. Потратили 25 миллионов тенге из областного бюджета. Здесь есть подстанция, вентиляционный и откаточный штрек, а также водоотлив, ленточный конвейер, действующие комбайны и прочее оборудование. Карагандинский комбайн, который мировой рекорд за 31 день прошел 2250 метров. Вы вздумайтесь только за... Сама шахта занимает площадь чуть более сотни квадратных метров. Там установлено работающее оборудование. Такое же, как и в действующих шахтах. За ним работают манекены, которые в тусклом свете фонарей кажутся живыми людьми. На каждой машине есть наклейка с названием. Если навести на нее камеру смартфона, то на экране появится вся информация об объекте на трех языках – казахском, русском и английском. Вскоре эти наклейки будут заменены на кьюр-коды, чтобы было еще проще. И кроме того, добавятся аудиофайлы, чтобы можно было не только читать, но и слушать. Караганда – шахтерская столица. Есть смысл гордиться нашими шахтами, есть смысл гордиться нашими достижениями. У нас очень много замечательных героев-шахтеров, поэтому я думаю, что об этом должны знать все. Ну и нужно не забывать о том, что все-таки шахты Карагандинского угольного бассейна, Арселом Митл Тимиртау, они немножко закрытого типа. Поэтому эта шахта как раз позволит и школьникам приходить сюда, и просто желающим. Иностранцы могут приехать. Для этого мы им создали все условия. Шахта натуральная один в один. Каждому посетителю будут вручать сертификаты о том, что они действительно спускались в шахту. Также после посещения музея всех будет ждать упакованный в газету тормозок. Два ломца черного хлеба с маслом, пара кружочков колбасы и несколько перьев зеленого лука. Это и есть шахтерский обед. На выходе из музея вскоре появится сувенирная лавка. А пока что приобрести билеты на экскурсию в шахту можно лишь у туроператоров. Продавать билеты в самом музее не могут. Это часть учебного заведения. А значит, вести там коммерческую деятельность запрещено. В скором времени этот вопрос обещают урегулировать. По задумке организаторов, билет в подземный музей-шахту будет стоить не более 500 тенге. Асиль Сазамбаева, Исламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.